Всем привет, меня зовут Игорь и сегодня вторая часть дневника ремонта. Я показываю, как будет проходить ремонт в моей квартире в комплексе Black Sea Towers. По этому проекту были отдельные ролики, а первую часть, где я показывал саму планировку, можете посмотреть тоже по подсказке всплывающей. С момента первого видео прошло где-то примерно в районе 4 месяцев, если не ошибаюсь, и дом близится уже к сдаче, к завершению, и близится, соответственно, и ремонт. Поэтому сегодня пройдемся по квартире, посмотрим в каком состоянии она находится на уже предварительной сдаче, незадолго до того, как мы будем подписывать приемку и, собственно, принимать квартиру. Посмотрим, что и как здесь сделали по белому каркасу. Из-за того, что у нас будет теплый пол, который мы будем делать сами, стяжку застройщик нам не делает, только дает материал. Но нам позволено сделать стяжку и теплый пол до того, как запустят всех уже на ремонт на основной, чтобы стяжка успела схватиться. Вчера мы были здесь на объекте с ребятами, которые будут делать нам ремонт, посмотрели все особенности этого белого каркаса в этом проекте, ну, конкретно в моей квартире. И если коротко, небольшой спойлер, то лучше, конечно, квартира была в черновой отделке, чем в белом каркасе. Но обо всем по порядку. Вы подписывайтесь на канал, на соцсети. Приятного просмотра. Поехали! Ну что, здесь темновато, но, думаю, видно будет. В общем, у нас уже установили дверь в квартире входную. Правда, она еще вот наверху сквозная дыра. Застройщик говорит, что, естественно, с обратной стороны все это будет доделано к моменту полной сдачи. У нас по проекту было достаточно много точек электрики, но по проекту застройщика разрешено было делать только 10, если не ошибаюсь. Поэтому у нас сделана проводка вот только там, где это было возможно, которая входила в цену. Дальше мы уже будем делать сами. Давайте пробежим по квартире. Тут, в общем-то, у нас санузел. Я это все в прошлом ролике показывал, поэтому и с рендерами, и там даже планировка была, что где находится. Поэтому не будем долго задерживаться. Сейчас хотел бы показать вам именно состояние, потому что в прошлый раз не было еще стеклопакетов, не всех. То есть сейчас они все установлены. Большое панорамное окно, которое на балкон. Оно не выводит на балкон, выводит на балкон дверь отсюда. Но, в принципе, уже почти все здесь установлено. Вид у нас в сторону старого города. Гор очень клевый вид, особенно вот на горы мне нравится. Сегодня такая чуть облачная погода. Тут каллиграфия строится, который я буду наблюдать из окна спальни. Ну, в общем, как бы, вот это стекло, оно классно, что тонировано. То есть вот сейчас видно, что я практически полностью в нем отражаюсь. И саму квартиру видно только если всматриваться. Это к вопросу о том, что те, кто покупали квартиры с видом во двор, на соседний корпус, там и расстояние, в принципе, неплохое. И, в общем-то, эти стекла, они тонированы с внешней стороны. Поэтому нормально, они непрозрачные. Вообще, в этом видео я хотел показать, на что указали ребята, которые занимаются ремонтом, которые уже не первый год работают в Батуми. Делают они клевый ремонт. Я сейчас покажу основные моменты, которые, скажем так, им не понравились и которые нужно будет по-любому переделывать, чтобы квартира была нормальная впоследствии. В санузле, в общем, будет сложно что-то показать, но на текущий момент у нас здесь нет никакой разводки сантехники. Даже канализация, она вот в той стороне находится, и она замурована. Но сказали, вроде что должно быть. Зато вот здесь стояк зачем-то. По проекту можно было и здесь санузел сделать в той части, но мы делали по-другому. В общем, основные вопросы. Во-первых, смотрите, здесь у нас коммуникация, вентиляция, и вот эти дырки, они будут заделаны. То есть сейчас пока что они на всех этажах, вон туда сквозные идут. Это застройщик заделает, но обшивать именно короб сам никто не будет. То есть это вы уже сами делаете. У кого здесь квартира, тоже имейте это в виду. Это не входит как бы в белый каркас. По поводу проводов, вот то, что я говорил, у нас здесь сделана разводка, но она сделана на ограниченное количество точек. Мы, естественно, будем это все доделывать, переделывать. Провод турецкий, вот написано made in Турция. Лучше, чем могло быть, но не фонтан. Поэтому, скорее всего, провода мы будем менять. Потому что проводка это такая важная очень штука, и не вариант здесь дешевить. Дальше, по поводу вот этого окна. Оно у нас, получается, установлено, то есть на балконе уже залита стяжка, и это окно, оно просто поставлено вот сверху на стяжку. То есть с той стороны, со стороны балкона, если мы выйдем, то здесь, по сути, никакого ни уголка, ничего, чтобы была какая-то гидроизоляция. Поэтому, если сюда вылить ведро воды, то все намокнет, то есть потечет туда. То же самое и здесь. Поэтому, скорее всего, будем как-то этот вопрос решать или вырезать кусок и туда ставить. Ну, в общем, это все нужно доделывать, потому что окна, даже вот здесь, если обратить внимание, из гостиной, то оно установлено со сквозными дырами. Это все дополнительно нужно будет запенивать, иначе... Да, у нас, конечно, не ветровая сторона, потому что ветер обычно со стороны Турции, но, тем не менее, это все может намокать, может все это течь, и это большая проблема с окнами, нужно очень грамотно в ремонте подходить, если уж так получилось, что застройщик их устанавливает некорректно. Важно еще добавить, что это не финальное состояние квартиры, как мне сказал застройщик и прораб, что вот эти вот мелкие штуки, которые я вам показываю, там сквозные дыры, откосы, это будет доделано уже перед сдачей непосредственно. То есть часть из этих косяков, они исправятся с застройщиком, точнее, не исправятся, а доделаются, но какие-то моменты, которые уже как бы, вот как, например, с окном на балкон, это уже нужно будет доделывать и корректировать самостоятельно при ремонте. Поэтому вот эта вот штука, ее обещает застройщик закрыть, потому что она вообще никак не закрыта, это просто вот туда наверх идет окно. Дальше, в детской-кабинете у нас здесь тоже вот такая история, здесь такая ветрозащита и как бы все, то есть там уже вот фасад. И, соответственно, здесь уплотнитель, вата или что-то такое, и здесь тоже металлический. То есть, по сути, нет никакого, ни откоса, ничего, тут вообще вот дырка. Соответственно, здесь тоже сказал застройщик, что это они будут делать. Здесь или как-то уголок будут ставить и это все выравнивать, ну, то есть, в общем, должны это все доделать, так же, как и вот наверху. Следующий вопрос, это вопрос к стенам. Я изначально до этого знал и всем, в принципе, говорил, что это не штукатурка под покраску. Никто и не говорил, и не обещал штукатурку под покраску, просто стены будут оштукатурены. То есть, их нужно выравнивать, но понятно, что оштукатурены они могут быть по-разному. Здесь, например, если прикладывать там провилы или какой-то профиль длинный, как мы вчера делали. Да даже, в принципе, профессионалу невооруженным взглядом видно будет, что стены кривые. Они кривые, прям кривые сильно, углов вообще практически нет. То есть, варианты какие, либо это все отбивается, вот все, за что, по сути, заплачено, да, работы все, которые сделаны, потому что здесь, вот, посмотрите, здесь, ну, приличный такой слой сантиметра 3, наверное, 2. Это все нужно отбивать, вешать, клеить сетку и обои под покраску, потому что дом высокий, дом новый, и если этого не сделать, то и, допустим, там, не знаю, просто покрасить стены или сделать декоративную штукатурку, то дом будет давать усадку, это все 100% потрескается и будет через, там, полгода, через год-два уже ремонт выглядит очень грустно, с трещинами. Если, соответственно, мы сверху будем пытаться выровнять эти стены и еще сверху штукатурить, там, 2-3 сантиметра, во-первых, площадь съедается, то есть у нас уже меньше, как бы, по проекту будет площади, нужно будет сам проект редактировать. И второе, как бы, чем это чревато? Тем, что это не очень надежная история, и в случае любого какого-нибудь там сильного урагана или небольших толчков, эта штукатурка, сверху которая будет сделана, она просто упадет вместе со всем, что на ней прикреплено. Поэтому, чтобы такого не было, скорее всего, видимо, придется это все отбивать и переделывать. То есть, по факту, получается так, что мы заплатили за белый каркас, но теперь еще придется за его демонтаж и переделку платить. Ну, в общем, не было опций сэкономить и взять квартиру без ремонта, потому что белый каркас входил в стоимость. Так что здесь, в общем, имеем, что имеем. Я к этому абсолютно спокойно отношусь. Стены уже стоят, хотя мы просили из гипсокартона, естественно, это где-то там в проектах потерялось, и никто из гипсокартона не сделал. Хотя можно было выбрать, мы это тоже согласовывали. В итоге стены из блоков, ну, в общем-то, ничего такого критичного нет, но нужно прилично так переделок. И сейчас как раз вот ребята рассчитают стоимость по работам, потому что здесь будет и демонтаж белого каркаса частично, и переделка, и все это, чтобы было нормально. Почему это важно? Почему нельзя просто взять и продолжить как бы ремонт и, в общем-то, закончить его на тех стенах, которые есть? Так можно сделать, но, опять, как я говорил, через там полгода, через год у вас, ну, у вас, в принципе, получится обычный ремонт местный, который все здесь хаят, скажем так. Поэтому я лично для себя не вижу смысла делать классный стильный ремонт, чтобы он потом весь был в трещинах. Так что мы будем делать по уму, как это должно быть. Как я говорил, да, у нас здесь будет теплый пол. Теплый пол будет в зоне прихожей, в санузле. И здесь кухня-гостиная, то здесь будет ТВ-зона, здесь не будет теплого пола. А вот здесь будет вдоль кухни рабочее пространство с керамогранитом, поэтому здесь тоже будет теплый пол. То есть у нас, получается, теплый пол будет идти вот так вот по левой стороне квартиры, если на нее сверху смотреть. Там, получается, около 8 квадратов. На текущий момент я еще не знаю, сколько это будет стоить, сделать теплый пол. Из-за того, что мы сами делаем теплый пол, застройщик не берет на себя ответственность по заливке стяжки сверху на наш теплый пол, потому что рабочие могут где-то что-то проткнуть трубы, залить это все, и потом будут проблемы. Поэтому они нам отдают материалы, отдают цемент с песком, и мы делаем стяжку сами. Вот так мы получим ключ, сделаем теплый пол, где нам надо, и после этого зальем стяжку заранее, до того, как начинается официальный ремонт, потому что стяжка, она входит в белый каркас, поэтому нам разрешили ее сделать раньше, а уже потом начнем ремонт вместе со всеми. Вообще по ремонту обещают запускать 15 января. Изначально даты были декабрь 23-го, то есть по договорам, не знаю, как у кого, у меня конец декабря 23-го года стоит. И если реально 15 января можно будет начать делать работы, или уже хотя бы подготовительные работы к ремонту, то объективно, честно говоря, это можно считать, что вообще задержки не было никакой по сдаче. Не по сдаче, а по передаче квартиры, потому что 15 дней это вообще не срок. На самом деле я сколько работаю в недвижке, ни одного дома не видел, чтобы он сдавался вовремя. Обычно 2-3-4 месяца это в порядке нормы. Если здесь будет буквально в рамках месяца, даже если это в конце января будет, то это будет очень круто на самом деле. Так что в этом плане молодцы. Хотя сам дом, понятно, что еще не будет готов, где-то еще там фасад будет доделываться. Но по сути людям важно начать делать ремонт. То есть вы же не заезжать будете еще в неготовый дом, правильно? Пока вы сделаете ремонт. Это минимум 4-5-6 месяцев, если нормально делать ремонт. Но там уже тоже есть нюансы, смотря будете ли вы заказывать мебель какую-то мягкую или кухню, либо будете покупать здесь. Покажу еще раз спальню. Здесь у нас гардеробная. Я ее тоже в прошлый раз показывал. В общем, тут сильно ничего не поменялось. Установили стекла. Здесь точно так же наверху должны вот эту вот зону закрыть. А так окна неплохие. Открываются классно. Тут, правда, надо тоже все это подрегулировать. Но звукоизоляция очень хорошая. Вот здесь прям стройка идет. И я думаю, что будет вполне себе комфортно. Небольшая спальня. Но я про это рассказывал в прошлый раз. Не вариант было делать здесь однокомнатную квартиру. Поэтому пришлось делать две спальни. Здесь и там и одну большую кухню-гостиную. Вид на море тоже небольшой имеется. Обрывками. Но, в общем, мне нравится. Субтитры сделал DimaTorzok. Да, еще забыл добавить, что ремонт мы будем делать сразу в двух квартирах. Помимо этого у нас еще студия. Ее не буду показывать. Я в прошлый раз заходил в подобные студии. Там ничего примечательного. Просто студия. Получится она очень клевая. Но будет по ремонту попроще, чем квартира для себя. Мы ее студию эту может продадим, может будем сдавать. Посмотрим. Может кому-то из родственника поставим. Поэтому с ней пока не решили. Но ремонт будем делать параллельно. По поводу контактов. Если будет интересно, я, конечно, узнаю ребят. Но, насколько они мне сказали, они не берутся сейчас за ремонты обычных квартир. У нас просто была договоренность по ремонту еще больше года назад. Поэтому ждали наш проект. Плюс у меня как бы две квартиры идет сразу. Они сейчас делают ремонты. Я показывал, кстати, их ремонты. Здесь по всплывашке еще раз продублирую видео. Они делают ремонты и входные группы. Также подъезды в проекте Гуру Статус. Очень клевый ремонт. Я показывал там и подъезд. Обязательно посмотрите. Реально делают стильно. Так что контактами я пока делиться не буду. В общем-то, они берут только крупные проекты. Если у вас там квартира, например, в Порто Тавер, то тогда, в принципе, можно обсудить. Либо какой-то большой объем. Ну, а студию нам по-любому нужно делать сразу. Иначе потом отдельно они за нее, естественно, не возьмутся. Потому что это и невыгодно мне будет. Это очень дорого будет стоить делать отдельную квартиру-студию. А также, ну, они просто за это не возьмутся. Потому что тут даже материалы негде будут. Инструменты оставлять. А так в двух квартирах, в принципе, на двух разных этажах это, в принципе, реально будет. Ай, ладно, покажу вам студию быстро. В которой мы тоже будем делать ремонт. Рендеры будут появляться на экранчике. Здесь у нас из изменений типового проекта тоже была стена санузла, чтобы нормальная душевая получилась. И вот здесь была такая входная зона небольшая со шкафом. Получается, вот здесь санузел, но ничего не видно. Он вот так будет выглядеть, как на рендерах. Надеюсь, что получится так же сделать. Здесь у нас теплого пола нет. Его в студии делать смысла нет. Будет просто радиатор. И будет теплая стена. Хотя, может, и радиатор тоже повесим здесь. Потому что в той квартире у нас будет теплая стена. Ну и вот основное пространство. Здесь будет вот такая кухонька элегантная. Небольшой диванчик для отдыха. С правой стороны, вот здесь напротив, будет столик обеденный стоять. И основная часть, она будет немножко так декоративно огорожена. Здесь будет стоять кровать с выходом на балкончик. Балкон такой немаленький, вполне себе. Я думаю, что под сдачу вполне симпатично будет. Вот, кому... И вид, кстати, очень классный. Зря люди меньше ценят эту сторону. Ну да, здесь дом напротив. Но вот, как я говорил, окна, они тонированы. Естественно, если там будет гореть свет и не будет занавесок или штор, то, ну, будет видно. Но, как бы, шторы везде люди вешают. Вот на каждом этаже, смотрите, висят. Но здесь зато вот такой кайфовый вид на аллею. На новый вот этот мост, который доделывают. Здесь красивый овал достраив... Ну, не достраивается, а строится. Поэтому здесь тоже вот домик симпатичный будет. Здесь Blue Sky будет гореть. В общем, торговый центр. Здесь тоже огни. Ну, блин, реально классный тоже вид. Мне нравится. И понятно, что вот эту часть точно ничего не закроет. Кусочек моря закроется, вон тот останется. И вон там еще есть кусочек моря. Такие квартиры у меня есть. Причем намного выше. На 29 этаже есть за, по-моему, 45 тысяч, если не ошибаюсь, такая квартира. Поэтому, кому интересно, у нее даже планировка такая же, потому что проект изначально делался, как у меня. Куда же без рекламы, да? Есть еще вот такая студия. Она на несколько этажей пониже, на 3, если быть точным. Тоже классическая студия. Она чуть-чуть поменьше площадью. Ну, в принципе, по форме все то же самое. Но она стоит тоже 45, но она выходит на город. Вот как раз-таки вот эта сторона, которая всем больше нравится. Сторону старого города, горы. Здесь вот вся панорама. Вид очень приятный, поэтому дом уже достраивается. Кому нужно, кто хочет, вот такую студийку можно купить. Обращайтесь. А, ну еще есть изменения в Блэксе, это лифты. Здесь уже два лифта установлены, и на них можно спускаться. Ну, понятно, не самостоятельно, а по заранее договоренности, но тем не менее. Ну что, мы ждем дальнейших действий. Буду показывать, как будет идти ремонт. В следующем выпуске, наверное, покажу, если хватит материала, может, сделаем просто короткий ролик. Покажу, как сделали теплый пол, залили стяжку. Ну и, в общем-то, после этого будем уже ждать, собственно, когда нас начнут запускать на ремонт. Но перед этим я еще планирую сделать несколько видео, показать вам строительные магазины, точнее, скорее, отделочные. Какая мебель есть, какие всякие аксессуары продаются, сантехника и так далее. Поэтому, кто впервые на канале, кому интересен процесс ремонта, или, в принципе, что-то про ремонт в Батуми, в Грузии, буду рад вашей подписке. А на сегодня у меня все. До встречи на новых видео. Пока.